Добрый день друзья! Канал как будто в деревне, всем привет! Сегодня копчим сало, вот такие кусочки, у нас сало есть. Сейчас покажем вам нашу копчилку. Вот мы сделали такую шклюку, самодельная крышка. Взяли флягу алюминиевую, обрезали в ней ворловину. Кружки две были, какие-то крючки мебельные, чтобы в одно переносить было. Здесь вот получается сделано 8 крючков таких. На одинаковом расстоянии, первый ряд идет и второй. Они предназначены для следующих вещей. На нижней мы уложим своеобразное блюдо, как сказать, для сбора жира, который будет у нас стекать с сало. А верхняя вот тоже алюминиевая, по-моему, крышка какая-то была. Прошверлили отверстие, мы вот она ложимся сюда. Сюда вложим сало. Снизу, под эту всю конструкцию нашу, мы ложим опилки. Вот у нас подготовленные уже опилки есть. Опилки разных пород дерева. В основном ольха. Все, все, в принципе, подходит, березу не особо хвалят сюда, потому что она джеготь выделяет. А так все лиственные породы, в принципе, можно использовать понемножку. Ну и здесь процентов 80 ольхи, дуб, значит, что-то вниз, что у нас было, не помню уже. Что делаем? Значит, она сухая должна быть, сырая не подходит, потому что она высыхала. Выделяется лишняя влага, улучшается. Уже наше сало уже на выходе не такое сошло. То есть достаточно, практически, вот на этот кусочек, вот два вот таких вот прыгочных. Дальше, ставим вот наше люце сюда. Вот оно вложится. Оно немножко не по всему диаметру внутри, но вполне достаточно. Если там кусочек какого-то жира будет попадать на низ, то это не очень важно. Вложится вот это сито, своеобразное наше. И разлаживаем сало. Сало надо брать соленое и не мокрое, чтобы оно уже было немножко подсушено. Вот оно подлежало немножко вот так. Сюда разлаживаем кусочки сала. Мокрое используется, короче, нельзя, чтобы с него ничего не капало, не лилось. Вот само положили. Потом закрываем крышкой. Крышка у меня обратной стороной вот такая, в старой кастрюле ложится. Идеально она не вылетает, не соскальзывает крышкой. Делаем эту вот крышку. Кто-то делает какие-то отверстия для выхода, там какие-то важные, чтобы выходил пар какой-то. Но мы это не делаем. Там своеобразные отверстия остались под крышкой. Я думаю, что этого вполне достаточно. Потому что коптим уже не первый раз. Продукция получается достаточно вкусная. Но сегодня покоптим, что вам покажем, как что делать. Используем мы, не используем, никакую лампу паяльную, ничего. Вот мы разоблили к нашему кирпичи. Так, засекаем время. Минут. Надо это все снять. Снять, оставить, как вождение, часиками. Открывать крышку надо. Ни в коем случае нельзя. Так, вот поставили. Потихоньку пустой горит. Можем дрова подлаживать. Дрова подходят все. Потому что просто нам нагреть нашу копчение. Почему мы решили сделать из пляха? Потому что она все-таки сделана из пищевой алюминия. И эта вещь, вот считаю, еще-таки для продуктов копчения. Самый лучший материал. Для алюминий, либо для жарей. Можем смотрел видео. Сделают такие же коптильные, на основе 100-метровых бочек. Тоже самое, такая же продукция. Да, такая же, на основе. Вот шива, на второй. Самообразие, естественно, бочка полотночная. Побольше продукции, соли, мясо, птичьи, окор. Тоже не рекомендую использоваться. Потому что, во-первых, бочки используются практически бэушные. Все с каких-то ядов, после каких-то там нефтепродуктов. Это уже негативно будет отлаживаться на продуктах питания наших, которые можно копчить, там, сало. Это все плохо. Птица не ржавеют, это железо то, которое выделяет ржу. И все примеси эти, которые, продукты отложения железа, они тоже отлаживаются на сале, мясе. Объемы побольше. Но, лучше такие бочки есть. Может, у кого-то какая-то есть. Даже бочка не с нефтепродуктов, а там с новой. Но желательно, чтобы она была не из металла. Может быть, нержавейка, либо какой-то. Хотя бы легированный металл более такой, благородный. Потому что это ржавчиро. Копчинка. Копки с вами садится на сало для себя. Поэтому мы сделали из алюминиевой кляги. У нас была бесхозная, валялась. Немножко такая горлышко это отрезали. И получилась такая копчина. Так, вот прошло 40 минут. Наше сало готово. Снимаем с огня. Стрижку ни в коем случае снимать нельзя. Снимаем с огня. Ставим в очень холодное место. Вставляем часики на два оставаться. Прошло два часа. Смотрим, какое у нас там сальце. Мисочки забрать его. М-м-м. Запах стоит. Там через камеру передается запах, нет? М-м-м. Красота какая. А ну, ещё. Немножко тёплое. М-м-м. Такие вот кусочки. М-м. М-м. Вот осталось 40 минут, и вот все осталось. Вот наш продукт, а сейчас его ставим на 1, и все на 6, а лучше на утро. Вот прошло. Сколько это прошло у ранения? Часа в 6 прошло уже, сейчас будем пробовать наше сало. Вот, оно уже остыло. Вот оно какое. Вот здесь внизу шкурка мягкая, все мягкое. Здесь вот внизу еще, можно сказать, немножечко не застыло. Но запах, конечно, обалденный, ребята. Я вам скажу так. Вот побольше кусочек сейчас разрежем, посмотрим, как оно. Вот так оно выглядит. Шкурочка мягкая, ничего нигде не прогорело. Это даже вот здесь вот, что лежало на нашей сетке, оно очень мягкое. Ничего нету, никаких. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.